Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Говорит и указывает на правильность нашего мнения, правильность понятия умра, о которой мы будем разговаривать далее по книге. Что такое умра? Когда ты даришь кому-то подарок, кому-то, допустим, помещение, дом, на пользование какое? Временное. Говоришь, этот дом твой, пока ты жив, или пока я жив. То есть, если ты сказал, этот дом твой, пока ты жив, соответственно, когда он скончается, дом обратно переходит ко мне. Раз это разрешено в умра, должно быть разрешено также в понятии хипа. Далее. Следующий вопрос. Говорит, если человек должен другому человеку денег, и вот этот вот другой человек, кому должны, прощает этому должнику эту сумму в качестве подарка. Смотри, ты мне должен денег, и если я тебе скажу, я дарю тебе эти деньги, то есть, которые находятся сейчас у тебя, ты их не должен в качестве долга. Но я тебе говорю, хорошо, можешь мне их не отдавать, я тебе их дарю. Это является действительным или нет? Говорит, если один человек должен другому денег, и тот, кому должны, дарит эти деньги должнику, или прощает этот долг должнику, все это является действительным. И за этим следует один-единый результат, что в любом случае совесть или ответственность должника освобождается, все он ничего не должен из этого долга. В общем, говорит, даже если с этим сам должник не согласится, скажет, не-не-не, не надо мне ничего прощать, не надо мне ничего дарить, я что, отдам тебе эти деньги. Заранее скажем, что эти слова и внукудамы не являются верными, потому что человек может отказаться от подарка, потому что, возможно, не хочет, чтобы у человека был минно на него, чтобы потом он не говорил, вот я тебе прощал, долг помнишь или нет, я тебе эти деньги подарил, и так далее, чтобы не вспоминал это с упреком. Говорит, лянну искат, почему, говорит, здесь не требуется принятие, то есть сейчас Абукудама, кто ибнукудама будет доказывать, почему человек, даже если не примет этот подарок, этот подарок все равно осуществляется, его ответственность освобождается, потому что, говорит, это освобождение, освобождение от долга. Не нуждается в принятии. Не нуждается в принятии за обзывание женщины в прелюбодеянии, или если человека освободили, то есть раба освободили, он не может сказать, не, не, я не хочу освобождаться, я не принимаю освобождение, не, он становится свободным по факту освобождения, талак, развод, женщину не спрашивают, хочет она развод или нет, если ей дали развод, она становится разведенной, не может говорить, не, я не принимаю развод, и никто не спрашивает, принимает она развод или нет, то есть Абукудама хочет здесь под это подвести, сказать здесь то же самое, человеку просили долг, он не может говорить, я принимаю или я не принимаю. Если же человек скажет, говорит, если человек скажет, я дал тебе это садака, то есть я дал тебе это как садака, все, можешь оставить у себя, можешь мне не давать. Тоже является действительным, потому что Всевышний Аллах Испану Аталья прощение долго словом садака узаконил. Сказал в своей книге, он должен передать дию, то есть выкуп за смерть родственникам убитого, кроме как если они не сделают садака. Имеется ввиду, кроме как если они не простят эту дию, этот выкуп. Если же человек скажет, я простил тебе этот долг, саха, то есть словом афу, прощение, тоже является действительным. Потому что Всевышний Аллах Испану Аталья тоже узаконил это слово. Как он сказал, кроме как если они не простят, афу, видишь, или простит тот, чьих руках, то есть договор, никаха. Здесь имеется ввиду, прощение, махра. Если он скажет, я аскаттугу, то есть как бы что, снял себя, снял с тебя этот долг, тоже является действительным. Потому что, говорит, это слово используется. Слово искат является настоящим словом, которое люди используют для указания на прощение долга. Если человек скажет, я сделал тебя владельцем этих денег, то тоже является действительным. Потому что это подобно подарку. То есть Ибн Кудама немножко что сделал? Удлинил вопрос, рассказывая то, что какими словами это не произошло, это является действительным. Говорит, эти слова являются понятными, явными, иншаллах. Не требует, то есть, комментариев. Сказал, нет. Словом, подарок, это не разрешается. Потому что, говорит, дарить можно только то, что ты имеешь в руках. То есть, ты не можешь дарить то, чего у тебя в руках нет. А здесь, говорит, ты этих денег на руках не имеешь. Но они находятся у кого-то у должника. Либо есть у должника, либо до сих пор у должника этих денег нет. Так же, говорит, словом давание. Тоже не разрешается у Ибн Хазма. Но, говорит, нужно использовать другие слова. Прощение, снятие долга, тасаддуг, милостыня и тому подобное. Говорит, и слово Ибн Хазма не является верным в этом вопросе. Потому что, в главах торговли и вообще взаимоотношений, суть в договорах сводится к чему? К смыслам, а не к конкретным словам. То есть, если человек закладывает какое-то слово, какой-то смысл, то это слово является действительным, даже если оно не является не совсем подходящим относительно данного вопроса. Говорит, Говорит, а что касается слов Ибн Худамы, о том, что человек не может не принять прощение долга, так, но этот долг прощается в любом случае, хочет он или нет, хочет должник этого или нет, эти слова, говорят, являются неправильными. Потому что человек может отказаться от прощения долга ему и все-таки выплатить этот долг. Для того, чтобы потом должник, который ему этот долг простил, чтобы не предъявлял ему различных упреков. Далее, следующий вопрос. Следующий вопрос. Говорит, если, допустим, приведем сразу пример, Зайд должен Амру тысячу долларов, и Амр дарит эти тысячи долларов, допустим, Мансуру, в то время как эти тысячи долларов до сих пор находятся у кого? У Зайда. Можно такое делать или нет? Говорит, если человек подарит долг, который в руках у человека, не этому человеку. А какому-то другому человеку? Скажет, я тебе дарю тысячу долларов. Давай. Нет, говорит, они еще до сих пор у Зайда. Вот когда Зайд не отдаст, я тебе отдам. Или Зайд пусть сразу тебе отдаст, допустим. Так? Говорит, такое, говорит, является недействительным. И это мнение относительно вопросов торговли Абу Ханифа, Суфьяна Саури и Исхака. Сказал имам Ахмад. Говорит имам Ахмад. Если какой-то человек должен тебе еду, то можешь эту еду продать тому, кто тебе должен. Но не продавай ее тому, кто тебе не должен. Другому постороннему человеку. Ни за деньги, ни минутные, ни со срочкой платежа. Нам этот вопрос, мы уже затрагивали ранее по книге, говорили то, что правильное мнение в этом вопросе, то, что это не разрешается делать в вопросах торговли, только относительно того, в чем протекает риба. Если же это касается других вещей, то, в чем риба не протекает, то это является разрешенным. И указывали на то, что это мнение Шейху Саури и Ибнур Каима. Не говоря уже о подарках. В подарках тем более это является чем разрешенным. Говорит, если же ты дал какому-либо человеку в долг дирхамов или динаров, то не покупай вот за эти дирхамы или динаров у какого-то другого человека что-либо. То есть условием, что тебе отдаст такой-то. Или когда я заберу свой долг, я тебе заплачу. Говорит Уакада Шафи и сказал Имама Шафи, нам это тоже является чем разрешенным на самом деле, ничего запретного здесь нет. И сказал Имама Шафи, если долг находится у человека, который в трудном финансовом положении, или у того, кто затягивает с отдачей долгов, или у того, кто вообще не признает долги, то продавать этот долг является неразрешенным. То есть кому-то другому что-то покупать, допустим, у другого человека за эти деньги, говорят, является неразрешенным. Почему? Потому что эти деньги тяжело достать. То есть их тяжело передать. И правильное мнение в этом вопросе также какое? То, что на самом деле это является разрешенным, но ты должен предупредить, что те деньги, на которые ты рассчитываешь, находятся у человека, который тяжело отдает долги. Если человек согласится на это, то это является действительным. Если нет, то нет. Уаинкана алямали баазилилла фафия хаулян. Говорит Имама Шафи, если же деньги лежат у богатого человека, в том смысле, что способного расплатиться с долгами, того, кто действительно с ними расплачивается, то в этом вопросе уже говорит два мнения. Сейчас все это зачитаем, чтобы не путаться, потом подведем итог. Говорит, что такая торговля является действительной. Причем есть торговля? Кто-то может сказать, какая торговля? Мы разговариваем о подарках. Здесь зашел вопрос о торговле. Это, брат, часто так приходит в книгах по фиху. Разбирается какой-то вопрос, потом отклоняется от этого вопроса на другую тему. Допустим, разбирается вопрос подарков, потом начинается разбор такого же аналогичного вопроса, но уже в главе о продаже. Не о подарках, а о продаже. И в зависимости от того, к какому выводу мы придем в постороннем вопросе, такой же вывод будет в первом вопросе. Поэтому здесь Ипнукудам отклонился на вопрос, какой продажи долга. Говорит Имама Шафи, если же деньги находятся у человека, который выплачивает нормальные долги, то здесь два мнения. Первое мнение, что такая продажа является действительной. Что за продажа? Ты приходишь в магазин и говоришь, дай мне мешок картошки. Сколько стоит? Он говорит, тебе пять тысяч, допустим, реалов. Забрал мешок картошки, тебе продавец говорит, а деньги где? Ты говоришь, деньги у такого-то он мне должен, такую-то сумму. Ладно, хорошо, я запишу у себя в тетради, потом, когда он тебе будет долг отдавать, эти пять тысяч отдаст мне вместо тебя. Разрешено так или нет? Говорит, если этот должник является плохо отдающим долги, тем, кто отказывается от долгов, не признает их, допустим, и тому подобное, или в тяжелом положении, то эта сделка является действительной, говорит. А если, говорит ЧВТ, это должник в нормальном положении, который обычно отдаёт долги, то в этом вопросе есть два мнения. Говорит, первое мнение, что такая сделка является действительной. Говорит, но является условием, чтобы он покупал что-либо, то есть что-либо конкретное, и забрали, забрали они эти деньги в одном мажлисе. Говорит, чтобы это не было продажи долг за долг. Все это не является правильным, поэтому не углубляемся в эти вопросы. Говорит Ибн Кудама, а за нас то, что эти деньги невозможно на данный момент поставить, поэтому нельзя эту торговлю делать, потому что это подобно тому, как продавать сбежавшего раба. Следующий вопрос. Является ли действительным прощение долга, о котором точно не помним? То есть, я должен тебе денег, точно не помню, сколько я тебе должен. И ты уже точно не помнишь, сколько я тебе должен. Так, можешь ли ты мне этот долг простить? Сказать, ладно, хорошо, сколько бы ты мне не был должен, я тебе прощаю этот долг. Говорит Мазабуль Ханабиля, а на Атасих, и дали мякун лага, или лагума сабиль, или маарифатихи. Первое мнение в этом вопросе, это мнение ханбалитов, которые говорят, что такое прощение является действительным, с условием, что они не могут вспомнить точно, какого объема этот долг. Сказать, если же возможно вспомнить, какой конкретно объем долга, то необходимо его вспомнить. И так прощать не нужно, нужно вспомнить точно, сколько это долг, а потом уже прощать. Так же, если человек, должник, знает объем долга, но специально скрывает его, боясь, что если я скажу его, то тот, кому я должен, то есть мой кредитор, не просит мне этот долг. Скажет, а ты мне так много должен, что ли? Все, тогда я не могу тебе просить. Если бы были мелочи, я бы тебе простил. Значит, я помню, какой нам не долг, но специально скрывая это, боясь, что если ты это узнаешь, то ты не простишь мне долг. Такое разрешено или нет? Такое является неразрешенным, говорят ханбалиты, и это является недействительным. То есть, даже если человек простил долг, это прощение является недействительным. Второе мнение в этом вопросе, это мнение Абу Ханифы, а также имама Малика, которые сказали, что такое прощение является действительным в любом случае. То есть, помнил, не помнил, может вспомнить, не может вспомнить, скрывает, не скрывает в любом случае. Сказали, потому что это просто благотворительность, нет никакого взаимного обмена, поэтому не является условием, чтобы человек обязательно знал или помнил, сколько ему должны. Второе мнение в вопросе. Третье мнение. Это мнение Мама Шафии, что такое прощение является недействительным в любом случае. То есть может он вспомнить, не может он вспомнить и так далее. Говорит, кроме как если человек ограничивает свое прощение. Говорит, я прощаю тебе этот долг, если он до 1000 долларов, например, или до 1000 рублей. Если он выше 1000 рублей, то я тебе его не прощаю. Или я прощаю тебе этот долг в размере 1000 рублей. Все, что выше, я тебе не прощаю. Когда вспомним, когда узнаем, тебе остаток нужно будет вернуть, допустим. Говорит, ухуджетугу, уйдюд алгарар слизарик, ухасал валенбе. Говорит и его довод, то есть имама Шафии, то, что в этом есть гарар, то есть в этом есть неизвестность, и провел относительно этого каяс на торговлю. То есть то, что в торговле запрещено такое, здесь, говорит, тоже такое запрещено, кроме как с ограничениями. Говорит, кроме как что, кроме как в такой ситуации, когда человек-должник знает о том, сколько он должен, но специально не говорит, боясь, что если он это скажет, человек ему не простит. В этом случае, если ему долг был прощен, тогда это является чем? Является недействительным. В итоге, говорят, что Бхаммад и Нахизан пришел к какому мнению? К первому мнению, а не к третьему. Пришел к мнению ханбалитов. Потому что мнение ханбалитов и малекитов похоже на ханбалитов. Чем отличается мнение от малекитов? Вот это и вот ситуация. Когда они сказали, что если должник знает о количестве долга, но специально не говорит, то это недействительно, это у кого? У ханбалитов. Значит, правильным является мнение первое. Итог, значит, какой получился? Если человек должен другому денег, и не помнит не он, то есть не должник, не тот, кому он должен, сколько конкретно этот долг. Количество долга не помнит никто. Можно ли простить этот долг? В основе своей это разрешено, если они действительно не могут вспомнить этот долг. Если же они могут вспомнить этот долг, каков он, каково его количество, или человек знает должник, каково его количество, но специально это скрывает, то нельзя прощать этот долг, но нужно сначала узнать, сколько он, а потом уже прощать. Почему, брат? потому что это приводит к неизвестности и приводит к сожалению. То есть, допустим, человек думает, что ты ему должен лишь, допустим, 100 долларов, а ты в действительности должен ему, например, 400 или 350. То есть, если бы он узнал, что это 300 или 400, он бы, возможно, не прощал бы этот долг. Но, думая, что этот долг всего лишь 100, простил тебе этот долг в этом размере. Значит, вот это вот мнение является верным вопросом. Далее. Следующий вопрос. Говорит, если подарок был подарен ребенку. Кто забирает за этого ребенка этот подарок? Говорит, общее слово относительно этого вопроса в том, что маленький ребенок не является действительным его забиранием и его принятием. То есть, ему что-то подарили, маленький ребенок, 3 года, 4 года. Подарили, допустим, ему что-то серьезное, какой-то серьезный подарок. То есть, он говорит, я принял. Или говорит, я не принял. Или забрал, или не забрал. Это, говорит, не имеет силы. Понятно ли, нет. Почему? Потому что его финансовые взаимоотношения пока запрещены шариатом. И не принимаются во внимании. То есть, забрал он или не забрал. Перенял он свои руки или не перенял. Это не меняет суть вопроса. Говорит, но вместо этого, вместо него на этом месте как бы встает кто? Его опекун. То есть, опекун может принимать или не принимать, забирать или не забирать и тому подобное. Если у ребенка есть отец, амин. Амин, то есть кому можно доверять, негрешник, тому подобное. То есть нормальный человек, праведный человек, отец этого ребенка. Так, тогда он является кем? Его опекуном. То есть тот, который может забрать этот подарок. Говорит, и когда мы говорим праведный человек, брат, бывает то, что принято у ученых, то, что праведность измеряется по обществу. То есть бывает так, что, допустим, в каком-то обществе прийти его бороды считается, допустим, за неправедность. Все, его слова не принимают, ни свидетельства в суде не принимают, опекунство с него могут снять и тому подобное. А в каком-то обществе это нормальное явление. То есть человек считается в этом обществе хорошим человеком. То есть даже если он без бороды, даже если у него, допустим, одежда ниже щикола, так и тому подобное, он такой же, как все, все такие, и он такой. Ну, допустим, другие воруют, другие насилуют, другие убивают, другие и тому подобное. Пьют спиртное, а он ничего этого не делает. То есть, среди них он считается праведным. Такого свидетельства в суде примут, и его опекунство никто не будет снимать. Так вот, говорит, если у этого ребенка есть заслуживающий доверие отец, тогда он является опекуном в этом вопросе, за этого ребенка. Потому что он ближе к этому ребенку и более с сожалением относится к нему. Если же его отец уже скончался, у него отца нет, но отец при смерти оставил, то есть, человека, который должен присматривать за ребенком, то есть, опекуна оставил, тогда опекуном становится вот этот вот, оставленный опекун, говорит, Потому что сам отец поставил этого опекуна вместо себя. Поэтому он является, как бы, уполномоченным этого отца. Если же отец не заслуживает доверия, то есть, допустим, что пьет спиртное, например, и тому подобное, то есть, совершает деяния, которые, что, являются из ряда, вон, выходящими в обществе. То есть, может, ребенку могут что-то хорошее подарить, а он возьмет это себе и потом ребенку не передаст, допустим, и тому подобное. Говорит, как, например, он является грешником или является сумасшедшим, или если отец скончался и не оставил никого из опекуна, то в этих двух случаях опекуном ребенка является судья, судья данной местности. Еще раз, давай, вернемся. Смотри, ребенку подарили подарок. Может он его принять или отказать в принятии? Может ли он его перенять, то есть, взять свои в руки или отказать в перенятии? Не может. Сделает он это или не сделает, его слово не воспринимается и не отдается ему никакой силы, потому что он ребенок, его финансовые взаимоотношения пока действительно не запрещены. Тогда кто за него будет подарки принимать? Может быть, ребенок нуждается и тому подобное. Говорим, если у него есть отец, который является заслуживающим доверия, то его отец является его опекуном, забирает за него, перенимает за него и тому подобное. Если отца нет и при смерти отец оставил вместо себя опекуна, который должен присматривать за ребенком, допустим, своего брата, своего, например, кого-то знакомого, хорошего друга и тому подобное, то этот опекун встает на место отца, тоже перенимает, принимает, создает свое согласие и тому подобное. Теперь другой вопрос. Нет ни отца, нет ни опекуна. Или есть отец, но отец является каким? Грешным, незаслуживающим доверия. С него сняли права опекунства, допустим. В этом случае, кто, говорит, будет за ребенка принимать или отрицать и тому подобное? Говорит, это делает уже кто? Судья. Это делает судья данной местности. Говорит, и никто не может перенимать за него подарки, кроме этих трех. Дальше у нас придет слова самого же Ибн Кудама, что есть другие люди, которые на самом деле могут перенять за него подарки, а не только эти трое. Говорит, если же судья сам поставит вместо себя какого-то человека доверенного, то есть как опекуна, то все, этот опекун получает права на принятие. Потому что брат судья не может за всю деревню бегать, правильно или нет? Или за весь город. Естественно, он назначает людей, к нему приходят, он говорит, хорошо, приведите мне его родственников или расскажите мне о его родственниках и так далее. Приводятся в деятели и так далее. Говорят, самый близкий к этому ребенку после его отца, допустим, дядя или, допустим, его брат, он самый близкий к нему, лучше всего к нему относится, больше всех за него переживает и тому подобное. Говорит, хорошо, его опекуном будет его дядя, допустим, или его брат и тому подобное. Ясно или нет? Не сам судья. Сам судья не будет за всем этим бегать, естественно, то есть кого-то будет назначать. Или если у отца есть вакиль, уполномоченный или васы, то есть опекун, который он оставил после себя и тому подобное. Говорит, если есть сразу несколько человек, и судья есть, и опекун есть и так далее, то все они могут принимать, что эти подарки. То есть не только один кто-то из них, любой может это перенять. Говорит. Говорит, это Мазаб имама Шафии, я не знаю в этом вопросе разногласия. Потому что, говорит, перенятие подарка может быть только самим человеком, то есть кому дарят подарок, или его заместителям. Так, а здесь, говорит, за заместителя ребенка стоит кто? Отец, опекун. Поэтому, говорит, опекун ребенка может перенимать это подарок, а другие люди не могут. И, возможно, говорит, что мы можем разрешить также перенимать подарки за ребенка каким-то другим людям, если перечисленных людей не существует. Нет ни отца, ни судьи в деревне, нет никого нет. Ну, допустим, у ребенка есть мама. Мама может перенять за него подарки? Так, говорит, по правильному мнению, может мама перенять подарок. Так же, как папа может. Если папы нет, мама может перенять за него подарок. Любимый брат есть, заслуживает доверие, дядя есть и тому подобное. Они могут за ребенка перенять что подарок. Потому что, возможно, ребенок бедный и так далее. Нуждаются в этом подарке, когда вырастет. Возможно, ему дарят что-то серьезное. Возможно, дарят ему дом, помещение, земельный участок, автомобиль и тому подобное. Мотоцикл. Бывает такой, велосипед, допустим, ребенку подарили. Когда он подрастет, будет кататься, например, и так далее. А он сам не может выбирать или отказываться и так далее. И у него нет никого, кроме мамы. Может мама перенять этот велосипед? Может, говорит, конечно, может. Если нет папы и так далее, кто за ребенка перенес, 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 перенес эти подарки. Говорит, ля нальхаджа да ятун и лазалика. Потому что есть в этом нужда. Фа иннасаби хад якуну фимакам ла хакима фи. Потому что, возможно, ребенок живет в таком месте, где нет судьи. Ва леса ла абун валавасы. И нет у него ни отца, ни опекуна. Ни отца, ни опекуна. Ва якуну фахиран ла гинаби яни садакат. И он является бедным, который нуждается в этой милостыне или в этом подарке. И если мы скажем, что больше никто не может перенимать за него эти подарки, а только судья или папа или опекун, то получше, что мы закрываем дверь этому ребенку к этим милостыне или к этим подаркам. И, возможно, ребенок, что, пропадет из-за этого и погибнет. И, говорит, относиться со вниманием к вопросу сохранения вот этого подарка наиболее важно или важнее, чем относиться со вниманием к вопросу опекунства в данном случае. Поэтому, говорит, мама может за него подарок перенять или любой его родственник, который является заслуживающим доверия. Значит, правильное мнение в этом вопросе какое? Если ребенку передали что-либо в качестве подарка или милостыни, то слово ребенка относительно этого подарка или милостыни не воспринимается. Принял он или отказался, перенял он или не перенял, это не несет никакой силы юридической, где в шариате. Но за него должен перенять этот подарок его опекун, а это его отец. Если нет, то, возможно, есть опекун, который назначен отцом, если этого и этого нет, то, возможно, судья. Если вообще никого нет, тогда может перенять мама, может перенять любой другой родственник. И обычно, брат, если у человека нет отца и нет никого опекуна, и они идут к суде, судья назначает маму, или назначает дядю, или назначает, допустим, кого-то другого. Понятно или нет? В основном назначает мужчин, не назначает женщин. Но если, допустим, у ребенка нет никого, могут назначить маму, допустим, и тому подобное. Далее. И последний вопрос на сегодня. Говорит, если ребенку подарил подарок сам отец, то, говорит, из этого вытекает, что сам же отец свой же подарок за своего же сына перенимает. Говорит, как об этом сказано в книге Аль-Мухни. Говорит Ибн Мунзир, сошлись и невластно все, от кого до нас дошло знание, то, что если человек подарит своему ребенку какое-либо помещение, или, допустим, раба, и сам же за этого же своего ребенка заберет это помещение своего раба, то есть своими руками, и попросит людей засвидетельствовать об этом, что я подарил это помещение своему сыну, то этот подарок является действительно полноценным. Почему, сказали? Потому что ребенок не может перенимать, не может давать согласие или отказ. На место его встает отец. Поэтому, если сам же отец своему же ребенку подарил, сам же он за него и забирает. Говорит Ибн Мунхудама, что значит за него забирает? Не имеет в виду своего владения, но имеет в виду забирает это помещение, когда ребенок станет совершеннолетним, станет рашид, то есть с полноценным разумом, отдаст ему это помещение. Говорит, если подарок нуждается в забирании, то, говорит, достаточно, если отец скажет, я подарил эту вещь своему сыну и сам же ее забрал. То есть не обязательно ходить руками забирать. Сам просто признает, говорит, я подарил и я забрал за него. Так, потому что здесь уже понятно, что не нужно говорить, я отдал, я забрал и тому подобное. Потому что тот, кто дарит, и есть тот, кто заберет. Говорит, но недостаточно, если он скажет, просто я принял. Но нужно сказать, что я забрал. А если вещь вообще не нуждается в том, чтобы ее забирали, то достаточно просто сказать, я подарил эту вещь своему сыну. Говорит, сошлись и ненавласно все ученые по фиху, если отец, что если отец подарил своего маленького ребенка, то есть еще маленький ребенок, находится на воспитании, 3 года, 4 года, 5 лет и тому подобное, подарил такому подарок, то, говорит, его подарок, его подарок не нуждается в забирании. Говорит, то есть достаточно сказать, что все, это я подарил. И то, что за свидетельствование этого убирает нужду забирать этот подарок. Если кто-то, он кому-то об этом сказал, я подарил своему ребенку эту вещь. Все, здесь не нужно идти и сам мужу себе же эту вещь забирать. Говорит, почему? Потому что сам отец является тем, кто перенимает этот подарок от себя же самого. И это, говорит, основывается на чем? На том, что передается от имаму Малика, от Зухри, от Ибн-Мусайеба. Говорит, если человек подарит своему маленькому ребенку какой-либо подарок, такой ребенок, который не достиг совершеннолетия, и об этом отец сообщит, и об этом люди засвидетельствуют, то это является действительным. Говорит, то есть даже если сам отец дарит и сам же забирает. Говорит, то есть здесь уже не Гады Айят, а кто? Ибн Кудама. Это говорит Гады, кто Абу Я'ля. Говорит, что Абу Я'ля. И последнее мнение в этом вопросе, мнение Гады Абу Я'ля, то, что непременно нужно, чтобы человек все-таки сказал, что я принимаю этот подарок. Это говорит Мазаб и Манушафи, потому что, говорит, подарок у них не является действительным, пока человек не скажет, я отдал, а другой не скажет, я принял. Говорит Ибн Кудама. Но это мнение является неправильным, потому что раньше мы уже указывали на то, что различные посторонние косвенные доводы, которые указывают на принятие подарка, являются достаточными. Даже если человек не скажет, что я его принял, а другой не скажет, что я его передал. Говорит, и нет ничего больше, чем доказательства. Нет никакого доказательства больше, чем то, что тот, который забирает, является тем же, который дарит. Поэтому, говорит, устанавливают какие-то слова в этом случае, на это требуется довод. И на это, говорит, довода у них нет. И, говорит, на отсутствие необходимости этого указывают также действия пророка и сподвижников. То есть не приходило от сподвижников, чтобы когда они что-то дарили своим детям, обязательно говорили, я тебе подарил, а второй говорил, я принял и тому подобное. Знаешь, окончательное мнение в этом вопросе и то, какой получился у нас, то, что если отец подарил что-либо сыну в подарок, то сам же отец это за него перенимает. И не обязательно, чтобы он шел и своей рукой это перенимал. Но достаточно сказать, я тебе подарил, или достаточно что, сделать каких-либо людей свидетелями на это. Даже если эта вещь как была на одном месте, так и осталась, этот подарок считается действительным. Почему? Потому что тот, кто дарит, сам же есть тот, который забирает. Да и остальные вопросы будем разбирать, иншалла, на следующих уроках. Субханникаллаху мабихамдик. Ашаду Аллаху и Ла Хиллаху. Астагфираллаху. Атубы Илли.